Павел Николаевич, объясните, пожалуйста, как принятие генерального плана может повлиять на качество жизни обычных людей? Вообще, генплан – это основа будущего развития территории и, соответственно, всех жителей. Потому что, если, например, неправильно посчитать генплан, то ваш ребенок не попадет в детский сад, а тот не попадет в школу. И вам придется этого ребенка своего возить куда-то, для того, чтобы он получил образование достойное или занимался в каких-то секциях. Любой генплан дает какой-то шанс на улучшение жизни или на ухудшение жизни. Если говорить о том генплане, который нам предложили, то в нем заложено существенное ухудшение жизни всех без исключения жителей. Генплан должен начинаться с чего? С технического задания. Есть нормативные документы, в том числе разработанные правительством Московской области, утвержденные губернатором. Они касаются того количества мест в школах, в детских садах, в больницах, в поликлиниках, на кладбищах, в культурно-массовых учреждениях. Какое должно быть на тысячу населения, например. Эти нормативы являются основой для расчета. Если взять наш генплан, который только что внесен, то там все нормативы порушены. Сейчас объясню, почему. Есть такой норматив, что считается, по данным губернатора, на одного человека должно приходиться 28 квадратных метров жилья. Из этого считаются все нормативы. Например, 11-12 койкомест на тысячу жителей. Все нормативы, которые утверждены. Если вы ошибаетесь в количестве людей, то, соответственно, вы ошибетесь в количестве мест. Сразу могу сказать, что в нашем генплане, вот к нему пояснительная записка, проект генплана, это том первый. Социально-экономическое обоснование. Допущены, причем, очень существенные ошибки. Здесь считается, что на одного человека будет не 28 метров, а 35. А это означает, что все показатели генплана занижены. Почему норма квадратных метров в расчете на человека так важна при разработке генерального плана? Если застройщики ориентированы прежде всего на получение прибыли, то они начинают строить маленькие квартиры. В том же пригороде лесного есть квартиры по 22-25 метров квадратных. Ясно, что в квартире живет не один человек, а как минимум два. Мужчина с женщиной, мама с ребенком. Это по-разному может быть. Но если такой норматив применить, то меньше, чем на 20 метрах живет один человек. А это означает, что нагрузка на социальные объекты, на школы, детские сады, больницы, поликлиники, на кладбище, спортивные сооружения, плоскостные сооружения, в том числе и культурно-массовые объекты. Нагрузка существенно увеличивается. То, что планируется, это катастрофа. Она не только транспортная катастрофа, которая уже видна. Она еще и экологическая катастрофа. И катастрофа, связанная с энергетикой, с подачей воды. Ну и многие другие параметры, они должны быть приведены в общее состояние нормальное. Мы предложили уменьшить застройку на 30%. Весь район оказался в ужасном проектном положении. Судя по тому, что я вижу, были собраны вот эти генпланы, которые инициировали застройщики, собраны в одну кучу, и все это сведено в генплан Ленинского городского округа. В результате получилось, что нормативы существенно занижены. И сейчас нужно увеличивать количество детских садов, школ, больниц особенно. Потому что даже если бы те, кто не развивали генпланы, взяли прогноз социально-экономическое развитие, а мы его принимали в ноябре прошлого года, то они увидели бы, что сейчас уже дефицит мест в детских садах больше 7 тысяч. Это сейчас. А на самом деле гораздо больше. И нагрузка, соответственно, на учителей, на учебные заведения, на площади, она многократно увеличена по сравнению с нормативами. А дальше вообще закладывается просто, ну скажем так, катастрофа, потому что будет дефицит 34 тысячи мест. То есть ясно, что ничего из того, что запроектировано, хватать не будет. Потому что заложен заранее дефицит. Какие еще существенные просчеты допущены при разработке генерального плана? Есть еще грубейшие ошибки, которые допущены. Вот, например, есть охранные зоны нефтепроводов, газопроводов, линии передач и всего остального. Они должны знать, что если ты привезешь воду из Москвы, а у нас, к сожалению, южная водопроводная сеть еще не построена, и построена вряд ли будет в ближайшее время, поэтому московская вода, скорее всего, должна прийти. Потому что подольско-мячнический горизонт, тот горизонт подземных вод, на котором мы седем, он уже, ну скажем так, истощен настолько, что оттуда воду взять уже невозможно. Поэтому только московская вода. Но московская вода может прийти только по определенным каналам, и, соответственно, чтобы было всем известно, если водовод идет по земле лечкостного значения, то эту землю для сельхозпроизводства уже нельзя использовать. Потому что ядохимикатами, удобрениями работать над водопроводами магистральными невозможно по закону. И поэтому нужно понять, откуда возьмется вода и куда уйдет канализация. Опыт Ленинского района показывает, что никакие лосы, никакой, скажем так, проблемы не решат. Наоборот, они создают экологическую проблему. Слив неочистенных коллекционных стоков в Москва-реку, в Пахру, в Купелинку, ну куда угодно. Это теперь притча везде. Существенно увеличивается нагрузка на квадратный километр. И, соответственно, это экология. Куда девать мусор? Этот вопрос фактически не решен. Мы сейчас погрязли в мусоре. Мы каждый год, несмотря на то, что совхоз поставил заборы, везде уже фактически выгребаем по весне мусора столько, что 50 машин обычно мы вывозим, это за деньги совхоз. Потому что все деревни, которые сейчас расположены, а теперь это уже даже не деревни, а крупные такие агломерации вместе с садовыми центрами, с ИЖС, так называемыми садовыми товариществами, они все этот мусор выкидывают на край деревни. Не вывозят фактически. А если вывозят, то крайне плохо. Поэтому весь мусор оказывается на земле сельхозназначения. А у нас так это любимое занятие, перекинуть через забор, и вроде как соседов, совхоз Ленина, уберет все это дело. Власть, судя по всему, не контролирует эту ситуацию. Но общая ситуация с мусором, конечно, в московской области отвратительная. Я бы сказал так, никто даже не задумывается о том, что охранные зоны есть не только у ленинг-передач, газопроводов, но еще и у аэропорта Домодедова. Когда-то в свое время губернатор Громов, я тогда был депутатом, выпустил постановление с шумозащитными зонами, где показал, где нельзя, где можно строить. Это постановление из-за вот этого самолета, который начал строить на землях, которые не предназначили для строительства колхоза Горького, было отменено Воробьеву. Но это все равно, так или иначе, требует согласования с Росавиацией, с Домодедово. Если бы эти зоны были нанесены на общий генплан нашего района или округа, то, по крайней мере, половина, я думаю, земель была бы выведена из застройки и вернулась бы в земли сельхоз назначения. Что происходит сейчас? Сейчас, не показывая эти зоны, проектировщики фактически обрекают сначала на перевод земель из сельхоз, вне сельхоз, а потом фактически на коррупцию. Потому что, когда у человека уже есть земля, переведенная там для ИЖС, для многоэтажной застройки, то потом он приходит и начинает правдами и неправдами решать вопрос, а давайте мы здесь построим. А аэропорт начинает говорить нет, как это случилось с самолетом. Значит, в результате, какими-то непонятными путями Росавиация выдает разрешение, а после этого люди начинают страдать, потому что над ними пролетают самолеты, которые, к сожалению, никто отменить не сможет, потому что аэропорт не закроешь. И сплошь и рядом вот это вот нарушение нормативов, нарушение санитарных и других норм приводит к постоянной стрессовой ситуации. Вот вопрос, чем генплан влияет на людей? Да тем, что если каждый день над вами будет лететь самолет, или, например, в пяти метрах от вас вдруг пройдет федеральная трасса, а там шум неизбежен, то вы не сможете жить в своем доме, который вы построили. Поэтому, когда люди разрабатывают генплан, он разрабатывается на перспективу 25-30, может быть, больше лет, все это должны учитывать. Судя по тому, что мы видим в генплане, никто ничего учитывать и не собирался. Яркий пример. Ну, кто вообще придумал застроить пойменные земли, особо ценные земли, которые, на самом деле, не предназначены для застройки в принципе, прям рядом с Москвой рекой. Ну, Павшинская пойма уже показала, что это такое, и насколько бездарным является это решение. Но, несмотря на это, в генплане застраивается около острова и ближе туда, скажем так, вся эта пойма, честно, это преступление своего рода. Как принятие генерального плана повлияет на решение транспортной проблемы? Мы уже несколько раз писали, и можем спокойно доказать, что никакого легкого метро в Ленинском городском округе не будет, потому что метро, как правило, начинается из Москвы, а у Москвы их транспортная схема, транспортный каркас, так называемый, города Москвы не предусматривает. Вот, вот эта вот линия, она не пунктирная, а с черточками, это вот легкое метро, которое, видишь, заходит в пригород лесной. Вот его не будет никогда, потому что здесь в Москве парк Царицыно, особо охраняемый объект, через него не пройдешь, если идти сюда, то ты никуда не выйдешь, упрешься черти куда, хотя написано, что Царицыно вроде как-то начало, но главное, что тут нет в Москве ни места, где депо строить, ничего вообще. А вот в этом месте, где кольцевая проходит, ну, все мы там ездим, это подъезд к Вегасу, там, с одной стороны, железнодорожная ветка коксогазового завода проходит, там два всего разрыва, а второй автомобильная дорога из Вегаса выезд. Даже если закрыть обе эти дороги, все равно там не пролезет легкое метро, потому что в высоте оно не пройдет. А остановить кольцевую дорогу, расширить этот проезд, невозможно, там проходят еще коммуникации, в том числе кондиционный коллектор, ну и много чего другого. Поэтому вот это никогда не будет. Это больше пиар-ход для того, чтобы продавались лучше квартиры в пригороде Лесное. Поэтому только автомобильное движение. Автомобильное движение, ну или железная дорога, которая есть по нашей территории проходит, там можно сделать дополнительные станции. Есть другая проблема. Это надо смотреть перспективный план развития, в том числе Курской железной дороги. Ну, я думаю, что у них там, скажем так, ничего такого особенного мы не увидим. Поэтому доступ к вот этим огромным массивам, которые собираются на землях колхоза Леча, колхоза Горького строить, он будет очень сильно затруднен. Что касается транспорта, то есть легкого, то есть легкового транспорта и автомобильного транспорта, то, конечно, вот этот бред, который нарисован, в никуда выходит. Видишь, какая толстая дорога? Потом она в одну сторону Владкарина, как будто бы здесь кто-то построит мост, а в другую сторону она упирается в узкие дороги А-105, Каширское шоссе. Даже если А-105 расширит, она не примет такое количество людей. Она сейчас стала проблемой. И поэтому сейчас пробка стоит вот здесь. После этого она встанет вот здесь, поскольку никто не собирается сейчас пока делать съезд вот сюда. А дальше она встанет вот здесь. И в конце концов упрется вот здесь в развилке, вот в эти вот светофоры. И вместо того, чтобы заниматься делом, расширять вот эти дороги, давать возможность, так называемые, выезда в Москву, все-таки еще все едут в Москву не потому, что им очень хочется, значит, хотят театры, конечно, в Москве, там все культурные объекты тоже в Москве, музеи и все остальное, но еще и потому, что это рабочие места. И поскольку никто не запланировал никаких промышленных, производственных, сельскохозяйственных объектов здесь, то в результате получилась такая интересная вещь. Вы все спите здесь, а ездить будете на работу куда? В Москву. Не в Лыткарина, не в Солнцево, Бутово или куда-то там еще, а именно туда. Тогда нужно решать вопрос с развитием дорожной сети. А он не решается. Ну, где-то реконструкция А-105, это аэропортовская трасса, если в просторечии говорить, не планируется в ближайшие годы. Каширское шоссе, если мне память не заметит, уже 6 лет они проектируют. То есть они запроектировали, ошиблись, мы им показали на ошибке, они, значит, отменили свое решение, теперь по новой проектируют. Баладарское шоссе, они до сих пор не могут согласовать проекты. Поэтому разговоры вот этого нашего, уже, по-моему, такого смешного главы Ленинского городского округа, который говорит, что во втором квартале 22-го года кто-то из пригорода лесной сможет выехать, а дальше за ними еще огромное количество планируется земель к застройке. Это все мифы. Даже если вот эта вот узкая полоса до Каширского шоссе будет реконструирована, даже, ну, хотя они этого не сделают, конечно, но даже если будет сделано, это не решит никакой проблемы. Проблема расширения Каширского шоссе, проблема расширения А-105, выезд в районе развилки, а там надо убирать светофор, тогда, может быть, что-то поедет. Вот эти проблемы, три или четыре, они существуют. Они планируют дороги через особо ценные земли. Мы по этому поводу уже отменили один генплан, развилковский. Но генплана развилки сейчас не существует, потому что Верховным судом он отменен. Почему? Потому что нельзя запроектировать дороги по особо ценным землям. И они опять наступили на те же грабли и нарисовали дорогу, которая режет наши поля пополам. Где генеральным планом предусмотрена новая больница? Они вдруг ни стало ни сего запланировали на территории, скажем так, Слободы больницу. Я проектировщика спрашиваю, скажите, а как вы туда доедете, до больницы? Больница должна быть в центре, чтобы можно было туда съехать всем. И говорю, давайте, мы же говорили, давайте запланируем больницу в районе развилки новой застройки. Она одновременно близка к дорогам, можно будет, если сложный больной, довезти его до Москвы, есть же федеральные институты. Одна одновременно захватит большие развилковские застройки, но одновременно решит проблему и не надо будет ездить в Видное. Это вообще катастрофа, что происходит сейчас со здравоохранением. И причем все больницы, которые они написали, они все с застройкой к 40-му году. То есть жилье они построят сейчас, а в плане, в проекте написано так, сейчас у нас вроде бы 6 миллионов квадратных жилья в городском округе, к 25-му году будет 12. Вот такой у них план. Я понимаю, что планы по застройке жилыми домами они могут и выполнить. Вот план по застройке школами, больницами, детскими садами, культурно-массовыми учреждениями они выполнять и не собираются. Потому что сплошь и рядом сначала берут на себя обязательства застройщики, а потом ничего не строят. И все оставляют на бюджет. Предусмотрено ли генеральным планом кладбище? Самая большая проблема, на взгляд, они заложили с кладбищем. Представляете, в генплане написано, что до 40-го года кладбище, а их сейчас вроде как 60 гектаров, 50 с чем-то там, они увеличат на 10 гектаров всего. Сейчас уже никого не захоронишь, потому что большинство его кладбище закрыто. Застройщики не хотят отдавать землю. То есть, они хотят застраивать, но отдавать землю под кладбище они не хотят. А по нормативам даже нужно 136 гектаров найти земли под кладбище. Иначе придется возить куда. Вот я тут разговаривал с этими проектировщиками и с чиновниками. Они говорят, мы в Кашире. Будет кладбище. Я говорю, знаете, что такое до Каширы доехать с гробом и обратно вернуться. Учитывая сейчас нынешнюю ситуацию с дорогами. Она будет только ухудшаться, потому что если генпланы такие принимаются у нас, то почему такой же генплан не примет в Домодедовском районе еще где-то. Это будет сплошная пробка, доехать будет невозможно. Ну и как потом посетить могилу допустим родственников. И поэтому надо проектировать здесь кладбище. Я считаю, что Единая Россия, которая тогда принимала эти генпланы, это враги вообще района. Сейчас эти же люди, которые тогда принимали генпланы Молоковского, Блатниковского, поселение города Видное, они сейчас опять у власти и они опять будут в интересах застройщиков принимать какие-то решения, которые потом сделают жизнь всех граждан, которые сейчас живут у нас, наших земляков, просто невозможной. Есть три организации, я бы тебе говорил, которые абсолютно ни за что не отвечают, они абсолютно безответственны. Это в детском саду, в психушке и в Ленинском городском округе чиновники абсолютно безнаказаны. Что бы они ни делали, ну и теперь, судя по всему, и те, кто разрабатывал, они все равно, вот кто сейчас ответит за вот этот коллапс транспортный, который вот из-за того, что вот это количество только построено, вот здесь вот застройка. Кто ответил? Вот существующая застройка уже уничтожила экологию купеленки, там прудов каких-то. А дальше-то что произойдет? А дальше будет еще интереснее. Если мы сейчас неубедимы или там не заставим депутатов проголосовать против и переделать этот весь генплан, уменьшить количество жилья, увеличить количество школ, детских садов, больниц, бассейнов, плоскостных сооружений спортивных, там, не знаю, культурно-массовых объектов, кладбищ, в конце концов, то жить будет невозможно. Как можно повлиять на непринятие генерального плана в таком виде? До 26 февраля у нас время для того, чтобы, ну, скажем так, сдать свои замечания. Я уже звонил в комитет по градостроительству, уже все это им изложил, мы написали им на 15 страницах замечания. Вот мы предлагаем сейчас им предусмотреть землю под строительство земляничного парка. Концепцию, в принципе, мы разработали, для этого нужно в генплан внести эти изменения. Мы много предложений делали, писали их еще в свое время, когда разрабатывался генплан развилки. Не трогайте наши земли с точки зрения транспортной сети, мы вам покажем, как пройти без ущерба, но это решит и транспортную проблему, но одно даст нам возможность работать на земле и производить продукцию. Мы увидели тут, что ворованные земли лесного фонда вдруг решили сделать ИЖС. Никогда здесь колхоза Владимировича не было, и вдруг появились в лесном фонде земли колхоза Владимировича. Естественно, это ворованные земли, это лесной фонд, говорят, что начали там уже выпиливать это все, но дорогу провели по землям совхоза имени Ленина. Никогда этой дороги не будет. Главное, чтобы люди поняли, что если этот генплан будет принят, их детям, скорее всего, придется уехать отсюда, потому что жить будет невозможно. Поэтому это такое всенародное обсуждение должно быть и, соответственно, всенародное возмущение и неприятие этого документа. Продолжение следует... Продолжение следует...